Всем привет! Меня зовут Александр и вы на канале с трудно читаемым названием. Но не для всех. Некоторые с этим прекрасно справляются. Сегодня мое видео про покупку авиабилетов. Такой небольшой ловхак. Значит, случайно выяснили такую странность. Наверное, кто уже заказывал авиабилет или может быть слышал об этом, знает, что ценообразование у авиакомпаний совершенно не подается никакой логике. Очень много всяких нюансов. Заказывать там во вторник после двух, в среду после четырех, за 90 дней, за 70 дней. То есть совершенно непонятно на каком основании и по каким критериям они выставляют билеты на свои рейсы. Но кроме всего прочего, вот этих всяких хитростей, которые те, кто заказывает часто и так знают, есть еще одна маленькая, которую случайно обнаружила моя коллега. Это разница в цене, даже при заказе, в один и тот же день, в одно и то же время, но с разных телефонов. То есть, например, два одинаковых телефона, то есть два разных телефона, вбиваем дату одно и то же время, вылет одно и то же. То есть все одинаковые параметры. И приходит и разная цена на разные телефоны, на разные ноутбуки. Так, смотрим, числа одинаковые. 11-18 марта. Киев, Дубай. Здесь уже нашло. Можно обновить. И здесь нажать на поиск. Так, смотрим, здесь 7500, здесь 7900. 7700, 7900. Беды ты часами, да? Флай Дубай. Вот, 535, да, вот. 9500, 9100. У меня дешевле. Видишь? Вижу. У меня тоже дешевле. Да. То есть сначала мы думали, что это зависит от модели телефона, но теперь видим, что просто нужно пробовать и заказывать с разных телефонов. Видите, показывает разную цену. Независимо от модели телефона. И здесь вообще больше выбор. Здесь меньше мне выбор. Я по мобильному, здесь по Wi-Fi. Я выбираю это приложение, не? Ну, да. Это приложение, это просто с интернет. В общем, пробуйте заказывать с разных телефонов, с разных Wi-Fi точек. Все у них очень не точно и все по-разному. Бывает одинаково выдает, а бывает цена просто разная. Так что такой маленький совет вам, если вы будете заказывать билеты. Вот мы это конкретно с сайтом Momondo, вы это заметили. Но вероятно, такое возможно есть и на разных. То есть если вы будете заказывать авиабилеты, вы знаете, что нужно попробовать заказать еще с другого смартфона, или с ноутбука, или с компьютера. Выбрать в тот момент, когда вы собираетесь заказывать еще с другого какого-то устройства, вбить те же даты и посмотреть, нет ли разницы в цене. Так, видите, здесь у нас показала одну и ту же цену, 6800. Только что на ноутбуке это искал, 7130. Так вот, видите, 6820. Даже если мы здесь обновим, я нажал обновить. Видите, обновление произошло и ничего нет. Так же это и стоит дороже. Теперь смотрите, следующий, 7500. Вот, вылеты в 725. Вот они здесь, на телефоне. 7900. То есть получается, на телефоне, например, вот этот первый рейс, дешевле на 300 гривен. Зато второй, если вы захотите заказать, он уже дороже. То есть, с ценами они играют, как хотят. Попробуйте, если действительно захотите заказывать вот так вот авиабилеты, позаходить с разных телефонов, с разных устройств и посмотреть, где будет самая дешевая цена. Эти сайты и авиакомпании очень сильно играются с авиабилетами, с ценами. И цены скачут просто как, я не знаю, как угодно. Никакой логики не поддаются. Ну, а вам нужно найти как можно дешевле билет. Так что, пробуйте, когда ищите. Знайте, что это не обязательно цена одна и та же. Вот такая у них есть фишка. Они кидают билеты, не знаю, в зависимости от гаджета или случайным, каким-то рандомным образом. Я не понимаю. Но факт остается фактом. Уже это не раз проверяли, не раз пробовали. С разных устройств у вас может быть разная цена. И можно здорово сэкономить, если это все перепроверить. Вот такой небольшой лайфхак. Воспользуйтесь, надеюсь, это вам сможете сэкономить с помощью данной хитрости. Ну все, всем пока, путешествуйте. Вы были на канале ВЗГЛИПАЗГЛЯМ. Всем пока.